Если у вас нет айфон, вы больше не сможете наслаждаться карпул-караоке. Apple выкупила права на производство популярнейшего американского шоу. В нашей стране оно только набирает популярность, в общем, бюджет у него практически нулевой. Но, тем не менее, в машине ведущего Джеймса Кордона пили свои хиты Red Hot Chili Pepper, Samaria Carry и многие другие звезды. Раньше передача выходила на канале CBS и была частью большого вечернего телепроекта. А вот новый сезон уже будет доступен только для подписчиков Apple Music. Корпорация заказала 16 эпизодов, показывать их будут раз в неделю. Джеймс Кордон – постоянный ведущий шоу, пока заявлен в качестве исполнительного продюсера. И сейчас повальное увлечение пением и популярность специальных программ для смартфонов, где люди обычные могут исполнить дуэт вместе с другими певцами с различных концов мира, мы обсудим с генеральным продюсером чемпионата России по караоке Михаилом Беббингом. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот вы, наверное, в курсе. Есть такое приложение для смартфонов, SYNC Karaoke называется. Там люди с разных концов мира могут спеть с дуэтом различные известные песни. Знаете ли вы что-то об этом приложении? Пробовали ли его лично? Нет, лично не пробовали, но думаю, что в нашей стране оно будет распространено исключительно в машинах, когда люди могут ехать и петь, потому что самое главное, что в караоке – это атмосфера общения, что не может дать ни один айфон, ни один смартфон. То есть вы думаете, что такие приложения к культуру караоке развивать не будут, и скорее они даже мешают? Нет, они не мешают, это может быть некое дополнение к тому, что появляется возможность хорошо репетировать в машине, пока ты едешь, стоишь в пробке. Но общение это не заменит. К счастью, думаю, что так. Ну а как вы считаете, все-таки не закроются ли караоке-клубы, потому что люди сейчас каждый будет в своем смартфоне петь, и этого будет достаточно? Вы думаете, все-таки вот это живое общение, оно всегда будет в цене, да? Да, обязательно. Они будут репетировать в этих приложениях, а петь все равно будут приходить в караоке-клубы, потому что ни атмосферу, ни общение, ни качественный звук, ни один смартфон дать не может. Я вас понял. Большое вам спасибо. Просто будет легко убедиться, в августе будет очередной чемпионат России, приходите и услышите все сами. Я вас понял, Михаил. Большое вам спасибо. Популярность караоке и специальных песенных программ для смартфонов мы сейчас обсуждали с Михаилом Бебингом, генеральным продюсером чемпионата России по караоке.